Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой экологической и промышленной биотехнологии Московского государственного университета инженерной экологии профессор, доктор технических наук Валентин Васильевич Перюков. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в прошлый раз мы рассказывали непосредственно об экологической биотехнологии, о том, где она используется, об очистке источных вод, о переработке твердых отходов, но и экологическую биотехнологию можно тоже назвать прикладной. Хотя в сегодняшней передаче речь пойдет, пожалуй, больше даже о пищевых биотехнологиях. Одно из направлений пищевой биотехнологии это получение различных консервантов, которые очень часто получались раньше с помощью химических методов. Вот интересно, биотехнология конкурентно способна в этом направлении? В отношении получения консервантов. В отношении консервантов в принципе можно сказать так, что всегда считается, что консервант значит это плохо, значит это химия, значит это все такое. Ну да, буква Е такая страшная, опасная. Буква Е страшная и так далее. Биотехнология конкурентоспособна в том смысле, что биоконсерванты, которые получаются с помощью биотехнологии, они по определению менее вредны, менее вредны, чем консерванты синтетического происхождения, химического происхождения. То есть они получаются менее токсичны за счет того, что получается из живых организмов? Ну, во-первых, потому что есть из живых организмов, во-вторых, из живых организмов можно и яды получать тоже, есть же и браздетворные микроорганизмы тоже, да, токсины там, но, значит, есть микроорганизмы, которые веками человечество потребляет, скажем, молочнокислые микроорганизмы, и вот в этих молочнокислых организмах и нашли некоторые вещества, которые имеют консервирующее действие, и вот именно такие вещества являются особенно ценными биоконсервантами. И вот во многих странах, там, в Европе, в Европейском сообществе, у американцев, многие вещества, консерванты химического происхождения запрещены, а вот эти вот биологического происхождения консерванты, особенно те, которые производятся из молочнокислых бактерий, ну, например, вот низин, значит, они вот считаются такими экологически безвредными и могут быть разрешены. А вот насколько более действенны, допустим, действия низина по сравнению с каким-то химическим? Я думаю, что действие низина само по себе, вот действие, значит, консервирующее действие, у биологических консервантов более мягкое, так? То есть соревноваться по силе они не могут, так? Ну, а главное требование консерванта, я так понимаю, чтобы он увеличивал непосредственно срок хранения продукта. Ну, да, без консервантов хорошо было бы без консервантов. Для этого надо сравнить вред, который приносит использование консервантов и вред, который приносит использование испорченной пищи. В испорченной пище возникают такие микроорганизмы, как ботулины и так далее. То есть, можно вообще получить смертельное отравление и все. консерванты даже химического направления все-таки позволяют существенно увеличить срок хранения продуктов и в общем-то не так вредны, как химические консерванты, я вообще говорю консерванты, даже химические консерванты, как испорченная пища. Ну, вообще, большинство пищевых производств и те пищевые продукты, которые мы видим у нас на столе, они, в принципе, бы не смогли существовать без консервантов, потому что все-таки, наверное, просто разорились бы многие пищевые предприятия, если бы не стали их использовать. В общем-то, да, правильно. Даже вот иногда называют это направление с одной стороны уничтожение микрофлоры, которое портит пищевые продукты. Посторонняя вредная биотехнология, так называемая. Нет, она называется отрицательная биотехнология. То есть, значит, когда в этих продуктах уничтожаются те микроорганизмы, которые могут его испортить. Стерилизация или добавление консервантов химических или еще лучше биологического происхождения консерванты. Но вот о биологическом происхождении, так понимаю, что консерванты, они все-таки по своей продолжительности действия уступают химическим, с одной стороны. С другой стороны, они более мягко действуют на человека. Они являются более щадящими, можно так сказать. С одной стороны, более щадящими, с другой стороны, главная проблема в чем? Пищу в конечном счете мы потребляем. Раз мы ее потребляем, то тот консервант, который находится в пище, он в конце концов попадает в желудок. Кажется, что желудок это что-то такое не связанное с микроорганизмами. На самом деле у каждого человека желудки находятся от килограмма до двух килограммов этих самых микроорганизмов. И они выполняют главную роль в переваривании пищи и так далее. Причем большинство этих микроорганизмов полезные. Главный вред консервантов состоит именно в том, что они, попадая в желудок, пищеварительный тракт, они существенно нарушают жизнедеятельность именно тех микроорганизмов, которые нужны. То есть, получается, избирательности действия у них нет, у консервантов. Во-первых, консерванты химического происхождения действительно убивают все, что попадется. А биологического направления консервантов они более избирательны, во-первых. Во-вторых, главное их достоинство, скажем, биоконсерванта низина состоит в том, что это вещество белковой природы. То есть, его, в общем-то, можно, можно, как говорится, есть ложками, так сказать, ничего от этого не произойдет. То есть, количество этого низина, например, скажем, можно, которое можно потребить человеку в день, очень велико. Вот я не помню точно цифру, но, во-вторых, по сравнению с тем количеством, которое надо добавлять, чтобы продукт не портился, существенно, существенно больше. То есть, получается, токсичность значительно ниже, потому что как раз с этим и определяется токсичность. Ну, и, наверное, без консервантов тоже сейчас невозможно обойтись, тем более, что сейчас мир достаточно, он современный, и когда мы закупаем какие-то продукты из других стран, она одна только перевозка. Если бы мы не использовали бы, наверное, консервантов, привела бы к порче продуктов. А где вот используют биологические консерванты? Как вот широко сейчас они используются? Ну, по сравнению, понятно, что с химическими тяжело сейчас тягаться, это ясно. Ну, скажем, биоконсервант Низин, значит, традиционно его нашли, в общем-то, в молоке, так, и исходно его использовали для консервирования молочных плавленых сырков. Плавленых сырков это в Англии обнаружили этот микроорганизм лактококрус лактис, который продуцирует это вещество Низин. А затем его начали использовать просто для пастеризации молока, для консервирования овощей, для консервирования. Сейчас в последнее время используют даже проведенные работы, что можно использовать его для консервирования соков различных и даже мясных и рыбных продуктов. Низин, да, вот имеется? Да, вот этот Низин, да. А получается, что кисломолочные продукты, они уже содержат этот Низин, да, изначально? Да, да. Есть даже такое направление, чтобы не продуцировать консервант, консерванты, не выделять его, скажем, потому что это довольно-таки сложная технология, сначала его нужно произвести, отделить, высушить, потом уже небольшое количество добавлять. То есть, дорогостоящий. дорогостоящий достаточно. Ну, скажем, известно, что цена этого Низина за рубежом, в общем, который поступает к нам на рынок, не менее 300 долларов за килограмм. Довольно высокое. 300-400 долларов за килограмм. Ну, количество, конечно, которое требуется добавление, значительно меньше. Вот, мы говорили по поводу цены. Почему? Ну, мы говорили как раз в смысле того, что зарубежные достаточно дорогая стоимость у зарубежных аналогов, когда их выделяют, высушивают. Да, так вот, значит, часто эти биоконсерванты используются для получения сыров. Для получения сыров. И там, значит, необходимы те микроорганизмы, которые полезны для того, чтобы сыр созревал, чтобы они оставались. А те, которые не нужны, те, чтобы, значит, уничтожались. Так вот, значит, в последнее время проводятся такие работы, чтобы не выделять специально низин, а просто с окваской при созревании сыра добавлять такие бактерии, которые выделяют низин. Так, значит, и в этом случае не требуется специально добавлять низин в сыры. То есть, получается, две технологии, да? Да, она тоже биотехнология, но только без выделения консерванта напрямую, но в чистом виде. Но для сыров это можно, скажем так, а для каких-то других вещей лучше отделить, отдельно получить какое-то действующее вещество, и это действующее вещество дальше использовать для самых разных применений. То есть, получается, низин еще, опять-таки, по сравнению с химическими консервантами, да, биологические консерванты, но еще обладает таким избирательным действием, да, насколько я так поняла? Да, кроме того, он действительно действует избирательно. Потом у низина такая особенность, что в отличие от консервантов, значит, вообще, в принципе, есть два вида, что ли, защиты. вот молоко, скажем, да, молоко бывает пастеризованное и бывает стерилизованное, да? Что значит пастеризованное, что значит стерилизованное, почему нужно два таких вида обработки, да? Значит, потому что пастеризованное молоко это температура там 70 градусов, 80 градусов, ну, максимум там 90 градусов, определенная выдержка, но при этом уничтожается вегетативная микрофлора, то есть микрофлора, которая, так сказать, уже выросла, там живая микрофлора, а споровая часть остается, споровая микроорганизма. Соответственно, такое молоко долго храниться не будет. Да, и поскольку такое молоко, если потом попадает в условия такие более-менее температуры, чтобы споры могли прорасти, они прекрасно прорастают, и через 2-3 дня уже молоко, даже если оно запаковано в пакете, там есть споры, значит, оно, естественно, прокисает, и хранить его долго нельзя. Так вот, особенность мизина состоит в том, что при условиях пастеризации он обеспечивает фактически эффект стерилизации. То есть нагрев всё равно нужен продукта, но не такой нагрев, чтобы до 130 градусов нагревать этот продукт. Все полезные свойства теряются. Да, когда теряются витамины, а самое главное, что не витамины, там появляются некоторые радикалы, которые вызывают дальнейшее заболевание я даже не хочу говорить, какого типа заболевания, но, в общем, стерилизованное молоко, это, в общем-то, не так уж и хорошо, на самом деле, да. Поэтому, значит, лучше пить пастеризованное молоко, даже если, значит, в него добавлен вот этот биоконсервант мизин. А радикалы какого плана там изникают? Типа активных форм каких-то? Типа активных форм, да, с которыми борются, как антиоксиданты, необходимо использовать в дальнейшем, да. Ну вот если ещё вернуться к теме биологических консервантов, то вот, ну, кроме продолжительности, да, наверное, вот одно из свойств консервантов – это продолжительность, когда у нас продукт сохраняется в определённом неиспорченном виде, да, вот биологические консерванты, они более чувствительны к таким параметрам, как там свет, разрушаются они там, то есть, в принципе, к экологическим факторам, или, в принципе, от химических нет существенного отличия? Я думаю, что нет отличия, существенного отличия нет. Значит, вот ещё, чего я забыл сказать, это, значит, что биологический консервант, вот мизин в частности, да, он, особенность его состоит в том, что он после того, как мы его, предположим, что он остался после стерилизации, после этой постерилизации или после добавления, он остался в пищевом продукте. Значит, показано, что он уничтожается ещё во рту, так сказать, находя, если PH среды пищи близок к нейтральному, значит, он достаточно быстро уничтожается и просто фактически не попадает в организм. Не попадает в организм, и поэтому, так сказать… Ну, не единая, я так понимаю, что белковая природа, да? Единая, это почти белок, белок – это вообще там довольно большая цепь, а здесь короткая, тоже полипептидная цепь, вот, но 3500 – молекулярная масса этого консерванта низина, да, вот, значит, у белков бывает там и 80 тысяч, и там 100 тысяч и больше, да, таких настоящих белков, но это всё равно пептидная цепь, и она точно так же разлагается с помощью различных там ферментов, которые имеются в среде у человека и так далее, поэтому, значит, в общем, с этой точки зрения, вот, поскольку это природный консервант, он не потому… Природа, в общем, действительно производит самые разные вещества, скажем, там, та же поганка тоже – это природа. Ну, да, различные цены. Да, там, вот, ну, мы выискиваем в природе те, которые не настолько вредны. А вот если говорить о биологических консервантах, то, наверное, часть из них, они обладают антибиотическими, да, свойствами, то есть это антибиотики или нет? Вот нет тут какой-либо опасности, что вот… Нет, нет, если они губительно действуют на бактерии, да, то получается, что они обладают антибиотическими свойствами. Как вы думаете, йод – это антибиотик? Нет, естественно нет. Нет, почему? Почему не антибиотик? Он же губительно действует на бактерии. Да, губительно действует на бактерии. Да, и вот чем он отличает… Это химическое вещество. Ну, и любой антибиотик – это тоже химическое вещество. Всё химическое вещество. Вот, значит, дело в том, что определение антибиотик заключается в следующем, что, значит, с одной стороны он должен действительно губительно действовать на бактерии, А с другой стороны, он должен быть и продуцирован бактериями. Вот если он, с одной стороны, продуцируется бактериями, а с другой стороны... Ну, это да, это он продуцируется бактерией, но сейчас антибиотики-то можно еще и химическим тоже с ней-то заполучить. Поэтому изначально они могли продуцироваться бактериями. Ну, исходное определение именно те, которые продуцируются бактериями, а те, которые химическим способом получаются, это полусинтетические антибиотики. То есть к натуральному антибиотику прививаются некоторые химические радикалы. Это вот, так сказать, так называемые... Ну и все равно относятся к антибиотикам, поэтому немножко понятие определения сейчас так расширилось. Ну, да, размылось, потому что очень много полусинтетических антибиотиков стало. Если раньше антибиотики получены с помощью микроорганизмов, изначально плесневого пенициллиума, первый антибиотик пенициллиума, то сейчас, естественно, зная форму, можем это синтезировать химическим путем, тогда немножко определение антибиотиков, оно размывается. Ну, это правильно. Я думаю, что синтезировать химическим путём антибиотик, практически ни один антибиотик химическим путём не синтезирован. Ну, полусинтетический. Нет, просто сам антибиотик полностью, потому что это достаточно сложное соединение, и чтобы его химическим путём произвести, это и невыгодно, и не делается нигде. А если же действительно дополнять его, тогда это будет полусинтетический антибиотик, и всё равно здесь есть биологическое происхождение. Ну, есть биологическое происхождение, да. Вот если мы используем, например, консерванты, антибиотики биологические, не получится так, что у нас начинает вырабатываться устойчивость у каких-то микроорганизмов, другие погибают, вот как бы такой проблемы нет? А, ну вот устойчивость, конечно, да, с этой точки зрения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, это резистентность, это, конечно, существенная бич, но для консервантов, в общем-то, такой проблемы не существует. Нет, но, в общем-то, как бы из определения антибиотик, можно сказать, что это вещество органическое, природное. Низин тоже является органической природой веществов, поэтому... Ну да, дело не в том. ...время еще избирать на действительность. Нет, его можно, вот поэтому по любому определению его можно отнести к антибиотикам, потому что действительно это произведено микроорганизмами, и действуют на микроорганизмы тоже, да. Да, да, и еще органическое тоже... Ну, в данном случае, микроорганизмы обычно только органической природой производят. Если мы берем низин, то, как бы, я так понял, проблема не стоит, потому что он разрушается уже непосредственно достаточно быстро, а вот если другие берем, то там, наверное, к этому тоже подходит достаточно строго, да? Ну да, ну то есть любой антибиотик, просто проверяется его действие токсичностью, проверяется во всех случаях, так, то есть нельзя огульно все антибиотики, так сказать, относить к разряду плохих парней, там, скажем, да, то есть каждый антибиотик имеет свою характеристику с точки зрения токсичности и с точки зрения своего действия. И, может быть, в тех концентрациях, в которых применяются новые антибиотики, да, они, может быть, не настолько токсичны и не настолько действуют, как можно было бы предположить из такого тяжелого названия. Но я помню еще те времена, когда слово антибиотик не произносилось так, как будто это ругательство, как это происходит сегодня. Да, оно до сих пор не произносится, потому что, по-моему, это многие заболевания лечатся антибиотиками, но тут уже никуда не денешься, это понятно. А вот не могли бы Вы прокомментировать нам картинку, как раз, непосредственно, эффект низина? Ну, это эффекты низина и любых антибиотиков на микроорганизмы, то есть вот это вот лоток, который сначала, значит, заливается агар-агаровый, смешанный с питательными компонентами, питательная среда агар-агаровая. Потом в ней делаются ломки, вот видите, там шарики, такие круглые ломки. В эти круглые ломки заливается вещество, в котором находятся, да, делаются ломки, и сначала, значит, сначала на поверхность этого агар-агарового лотка наносится культура микроорганизмов, тех, на которых предполагается действие либо низина, либо антибиотика, потому что антибиотики точно таким же способом определяют его биологическую активность. Так называемый тест культуры, да? Да. Ещё Флеминг, который изобрёл пенициллин, фактически он, значит, его определил по тому, что вблизи того места, где росла плесень, значит, была такая зона, видите, зона, значит, где нет роста микроорганизмов, вот там мутная часть, это где микроорганизмы растут, а прозрачная часть, это там, где микроорганизмы не растут. Так вот, вот там, где они прозрачная часть, то есть это вот низин, да, действие низина? Да, ну там действие низина. Значит, в каждую ломку закапываются определённые концентрации низина, но раствор с определённой концентрацией низина. Там, где концентрация низина больше, там, соответственно, и вот это ореол, ореол прозрачный получается больше, то есть концентрация больше. Там, где меньше, меньше. Таким образом определяется и концентрация антибиотиков, таким образом определяются и, значит, сравнительно различные силы антибиотиков. Здесь это определяется с помощью лунок. Иногда делают вот то же самое, не делают лунки, а делают такие диски, значит, то есть фактически это фильтровальная бумага, смоченная, пропитанная антибиотиком, различным антибиотиком в разных концентрациях, просто накладывается на эту поверхность агар-агара, значит, и через некоторое время, после того, как она инкубируется в определённой температуре, определяется тоже зона ингибирования, как называется, да? Ага. То есть здесь, в общем-то, определённая концентрация, да, антибиотика? То есть, вот, к сожалению, концентрацию низина пока что довольно трудно определять другими способами, и поэтому вот этот биологический способ определения концентрации низина, он наиболее часто используется в лабораториях биологических. А вот этот ореол как раз зона подавления роста, да? Да, зона подавления роста, да. Ну, а как Вы думаете, биологические консерванты в будущем, они всё-таки будут более и более всё сильно вытеснять химические консерванты? Если вот посмотреть в дальнейшем. Я думаю, что да, хотя, в общем-то, даже и в настоящее время, в настоящее время вот зона соли, так сказать, рынок князина не очень большой. Значит, почему-то предпочитают использовать химические консерванты, именно потому что они более сильно действуют. Ну, наверное, производство тоже налажено, эти химические консерванты. Ну, производство можно наладить, продолжительность хранения. Просто проблема в том, что, значит, они более долго, продукт хранится, с одной стороны, с другой стороны, более сильно действуют вещества, а вред, который приносится организму, как-то, во всяком случае, производители игнорируют, поэтому получается, да. А вот любой, вот, например, новый консервант, например, полученный биологическим путём, то он проходит какие-то испытания, то есть вот, скажем так, от получения до выхода его на рынок, какой-то период времени проходит? Ну, естественно, у нас вообще любое вещество, которое как-нибудь прикасается с пищей, довольно трудно выпустить на рынок без разрешения института питания. Есть институт питания, Академия медицинских наук, и там для того, чтобы любой продукт... То есть это не только биологически активные добавки, но и консерванты. Да, любые добавки и консерванты. Консерванты – это тоже одна из добавок. Значит, есть добавки подкислителей, есть добавки, там, скажем, загустители, есть добавки это, вот это, в частности, добавка консервирующая, да. Значит, вот тоже этот список добавок очень большой, он там что-то где-то тысячи содержится. И вот там вот эти все цифры, Е-234, вот низин, в частности, имеет обозначение Е-234. Такая цифра, да. Вот там лимонная кислота, например, имеет обозначение Е-330. Она подкислитель. Тоже пищевая добавка подкислитель. Ну и так далее. Там, значит, фактически вот этот список согласован с европейским сообществом, значит, и вот по этому списку фактически производятся пищевые добавки разные, институт питания, обязательно новое вещество, которое уходит на рынок, он проверяет его на животных, химически, по-всякому проверяет, прежде чем дать разрешение на так называемое гигиеническое заключение на использование данной добавки. То есть вот пищевые добавки, да, и консерванты, они, как правило, идут по цифре Е, да, то есть нужно иметь этот список, чтобы себе представлять, что вы едите. И не надо путать пищевые добавки, которые имеются в виду закустители, консерванты, с биологически активными, те, которые используются непосредственно для лечения различных заболеваний. Ну да, биологически активные добавки – это уже среднее между лекарствами и вот этими пищевыми добавками обычными. Да, помните, мы говорили на той передаче как раз о грибе из рода Трометас, да, 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 да. Как раз вот грибы являются, большое количество грибов, да, являются продуцентами различных биологически активных добавок. Да, это уже биологически активные добавки – это БАДы, так называемые. Ну, хотелось бы ещё перейти, вот, рассказать о такой проблеме, если мы говорим про пищевую технологию в целом, то очень часто сталкиваются с такой проблемой, как картофельная болезнь. Вот, не могли бы вы более подробно рассказать? Вот известно, что пшеничная мука, вот, изготовленный из неё хлеб, подверженную заболеванию с экзотическим названием, которое носит название «картофельная болезнь», всё-таки, вот, как бы, хлеб, и тут картофельная болезнь, в связи с тем, что непосредственно хлеб заражается спорообразующими бактериями из рода бациллус. Бактерии размножаются внутри мякиша и образуют слепкий мякиш с неприятным запахом. Вот где находятся, в общем-то, эти бактерии из рода бациллус? Это запах, наверное, из-за ферментов, да, продуцирование ферментов происходит, такой неприятный. Ну, запах, конечно, ферменты. Ферменты есть, амилазы, которые разряжают, крахмалость разряжают, там вроде запаха не должно быть, а главное, там есть протеазы ещё, которые действуют на белки, и вот белки там, если они серосодержащие, то тогда, естественно, там будет запах сероводорода или ещё чего-нибудь в этом роде, да? Вот, ну, в принципе, откуда микроорганизмы берутся? Можно, конечно, подумать так, почему бы не сделать, чтобы в муке ничего не было? Почему у вас плохая мука, у нас хорошая мука? В принципе, действительно, мука от муки отличается. Значит, мы когда проверяли муку самых разных регионов, значит, оказалось, что наличие спор, спорообразующих микроорганизмов, ну, спор, в общем, в муке достаточно велико. Вообще, интересно... В муке вообще или в муке, допустим, вот разных комбинатов? В муке разных комбинатов и в муке вообще, потому что, значит, в принципе, откуда берутся микроорганизмы, значит, в общем-то, пшеница выращивается на поле, значит, на поле, на поле земля, так сказать, так и при уборке пшеницы, значит, трудно себе представить, чтобы там что-нибудь из земли не попало, там, в общем, она и прорастает там, да? Я думаю, что... Тем более, что как раз эта бактерия, она и распространена, в том числе и в почве. Да, она распространена в почве, кроме того, значит, в почве распространены самые разные виды микроорганизмов, в том числе и достаточно неприятные, скажем, там, типа той же сибирской язвы там и так далее. Вот мы говорили, там у нас одно время были проблемы с этой сибирской язвой, так вот язвы, значит, существовали различного типа эпидемии, скажем, скот, который подвержен эпидемии в старые времена, каким образом его, значит, захоранивали в скотомогильниках. Эти скотомогильники существуют и поныне, так сказать, в природе. И когда происходит наводнение, скажем, да, наводнение тоже, как мы знаем, сейчас в последнее время происходит довольно часто, да, то, значит, из этих скотомогильников то, что там находится, а особенно микроорганизмы, если они там остались, споры, а споры сохраняются очень долго, да, то, значит, они прекрасно могут попасть снова на почву и прекрасно могут попасть на растения и всё что угодно. И затем попасть в муку, да. А затем попасть в муку. Проблема в том, что, значит, мука, производство муки у нас таково, что зерно не моется специально перед тем, как его размолоть, потому что если его вымыть, то, значит, надо его потом просушить, там это всё довольно... То есть, получается, в процессе уборки вот микроорганизмы попадают. Да, они попадают на зерно, и, значит, там сначала его отделяют от зерна, значит, от зерна отделяют вот этот самый слой, который отрубями называется, да. И вот при отделении этого слоя фактически, значит, микроорганизмы попадают, в общем-то, и в основную массу, в которой потом размалывается зерна, пшеничная мука. Понятно, и там остаётся, да. Вот, и потом, значит, что интересно, что хлебокомбинаты, не хлебокомбинаты, мукомольные комбинаты заинтересованы в том, чтобы влажность у муки была совершенно определённая, там 13, по-моему, процентов, я уж не помню точно, которая разрешена, так. Значит, если, например, влажность будет 12% или там 11%, то для того, чтобы им не потерять в весе, они специально увлажняют этот продукт и дают ему сутки полежать для того, чтобы эта влажность, так сказать, была достаточная. Ну, а за эти сутки, конечно, микроорганизмы и споры, которые там есть, они прекрасно могут прорасти и дальше использоваться в хлебе. Так вот, значит, можно подумать, что во время выпечки, это же горячий всё-таки процесс, да, во время выпечки они могут уничтожаться, споры. Они частично, конечно, и уничтожаются, и главным образом всё-таки не споры, а вегетативные микрофлоры, потому что в процессе выпечки мякиш хлеба, значит, нагревается не на 100 градусов, не выше 100 градусов, а на 80-90 градусов. Ну, понятно. А чтобы споры погибли, как раз у необходимой температуры 120 и продолжительность около часа. Да, да, то есть это время гибели спора уже существенно больше. Поэтому, значит, получается так, что, в общем-то, каждая буханка хлеба белого, она потенциально в себе содержит картофельную болезнь. Проблема только в том, в каких она условиях потом окажется, после того, как, так сказать, она попала на прилавки магазина, там, и так далее. Так, если она окажется в условиях 30-35 градусов, значит, и влажность достаточно приличная, так, то при этом, значит, можно ожидать, что через сутки, через полтора суток уже, значит, мы будем иметь вот такой вид, как там слева показан хлеб. Может быть, не в таком уже, в такой уж экзотической форме, когда он совсем выглядит, никак. То есть он просто становится таким мягким и видким? Нет, в середине, в мякише, значит, возникают такие, как бы, тягучие какие-то нити, да, кажется, как будто это не пропёк, так, а на самом деле это совсем дело не в непропёке, а в том, что, значит, уже пропечённый хлеб, так сказать, так вот, в нём микроорганизмы начали действовать. И что интересно, что, значит, в хлебопекарной промышленности, хотя, казалось бы, это такой самый распространённый в южных районах страны, это самый распространённый, такой в летнее время, самый распространённый недуг хлеба. То есть это сезонное заболевание, потому что тогда, когда холодно, так ясно, что там даже если она есть, эта картофельная палочка, то она не будет развиваться. А вот в летнее время это серьёзная вещь, и поэтому, в принципе, конечно, было бы целесообразно, чтобы и мука, которая используется для хлебопечения, и просто сам хлеб, скажем, каким-то образом контролировались с точки зрения заражённости. Вот как вас об этом хотелось спросить, да, по поводу контроля, вот как осуществляется контроль в нашей стране, видимо. Вы, как микробиолог, конечно, понимаете, что, так сказать, самое простое проконтролировать, просто посмотреть, сколько там микроорганизмов есть, да. Но, видимо, хлебопеки боятся этого, ну, во-первых, потому что хлебопекарных предприятий очень много, они по всей стране разбросаны, и не везде можно организовать серьёзные микробиологические лаборатории, которые будут этим заниматься. Вот, и поэтому, значит, вот в ГОСТе и во всех, так сказать, нормативных документах совершенно забавный способ контроля этой картофельной болезни, вообще и муки, и хлеба, значит, предлагается контрольная выпечка. Что значит контрольная выпечка? То есть не высев, в общем-то... Да, не высев ничего, значит, берётся хлеб, значит, берётся, ну, мука, скажем, из неё испекается хлеб определённым образом, да, и после того, как он испечён, так вот эта буханка заматывается во влажную газету или во влажную тряпку, закладывается в термостат в течение, там, 30... в течение... и термостат при температуре 30-35 градусов, значит, поддерживается в течение суток. Там даже есть специальный журнал, и причём делаются записи. Сначала, например, не выявлена заражённость картофельной палочки в течение 24 часов, и потом в течение 36 часов. Ну да, то есть а как это делается? Берётся эта буханка, разрезается, значит, там человек нюхает, так сказать, или смотрит, что там произошло, да? Если через 24 часа не выявлено, значит, так, следующую буханку через 36 часов. То есть чисто визуальный. Вообще разрешается, значит, разрешено, если хлеб не проявил картофельной болезни через 24 часа или даже через 36 часов, после выпечки считается, что он нормальный, да? А если представить себе, что, в общем-то, при потреблении хозяйки бывает, что хранят и целую неделю там хлеб и прочее, да, совершенно спокойно можно, что будет картофельная болезнь. То есть получается, что картофельная болезнь, она наиболее распространённое поражение хлеба, да? Да, но в южных районах. В южных районах. В Москве мы так не очень это ощущаем. Хотя и под Москвой тоже у нас были сигналы о том, что попадается. Потому что у меня хлеб, например, если покупаешь, там он либо плесневеет, либо очень быстро черствует, кстати, но... Плесень – это уже другое. Да, да, это другое, это понятно, да. А вот если непосредственно на производстве обнаружена картофельная болезнь, насколько я знаю, всё равно такую, например, муку, её всё равно можно использовать. Ну да, выбросить муку, конечно, нельзя. И самое главное, что в любой муке в картофельной палочке всё равно существует, да? Бывает более заражённая, бывает менее заражённая, да? Вот, значит, в принципе, существует целый ряд приёмов для борьбы с картофельной болезнью. Это добавление разных добавок, подкислителей всяких, вот лимонную кислоту добавляют иногда, значит, добавляют всякие там закваски. Чтобы бактерия не развивалась. Значит, наверное, пониженная влажность, повышенная кислотность. Было предложено средство, значит, которое содержит низин именно, да, селектин. Почему это лучше, чем любые другие, не любые другие, а добавки такого типа, как лимонная кислота, например, потому что те добавки, они действуют не на споры, на споры они не действуют, так, а, значит, действуют на вегетативную микрофлору. То есть они как бы затормаживают, да? Анизин, значит, при температуре выпечки, он позволяет именно споры как бы уничтожить, так? Поэтому, значит, это более эффективное средство, и, значит, оно как раз основано вот на действии низина на спору. А вот чем грозит картофельная болезнь непосредственно не хлебу, в данном случае, а человеку? Ну, понятно, что качество хлеба портится, но это и... Ну, да, значит, вообще, в принципе, вот, как ни странно, значит, тот хлеб, который поражён картофельной болезнью, его даже запрещается скармливать животным, как ни странно, да? То есть есть его ни в коем случае нельзя, да? А требуется только сжигать, вот, скажем так, сжигать, и всё, из никаких разговоров. Когда он уже заражен картофельной болезнью, вот, а... Какой вред? Какой вред для здоровья человека? Значит, известно, что вот такого типа микроорганизмов, с одной стороны, вроде бы это не картофельная палочка, не вызовет какой-то эпидемии, скажем, можно взять, и человек заболеет заразной болезнью. Ну, просто у многих людей желудочно-кишечный тракт не такой, так сказать, прочный, скажем так. Есть гастриты, есть всякие заболевания, которые, значит, делают людей ослабленными к действию различных и микроорганизмов, и продуктов, он, в частности... Тискредные вещества. Да, в частности, обычно это ослабленные люди, или дети, или пожилого возраста. Вот, и, значит, показано, что действие подобного типа микроорганизмов, значит, оно не является безвредным. Так, то есть, в общем, оно оказывает воздействие на таких... На микрофлору, небось, еще там можно. На микрофлору, на микрофлору. И, в принципе, его трудно... Это трудно обнаружить вот таким, скажем, непосредственным высевалом там или еще что-то. Но, тем не менее, есть много публикаций по поводу того, что бактерии рода бациллоз, значит, они являются вредными для того, чтобы регулярно их уносить с пищей, с пищей, чтобы человек их съедал, скажем, да? Вот, поэтому необходимо, чтобы эта борьба с картофельной болезнью была. Мы пытались добиться того, чтобы, скажем, профилактически какую-то дозу, дозу этого консерванта, селектина, уносили в хлеб. Но, значит, не удалось этого сделать, потому что это сразу несет большие расходы для хлебопекарной промышленности. А хлеб, соответственно, становится намного дороже. Хлеб становится дороже. А вот раньше была такая ситуация, что подорожание хлеба было запрещено. В общем, так запрещено. То есть хлеб – это социальный продукт, и он не должен быть, не должен... Давайте тогда покажем бактерии из рода бациллоз. Да. А, те, которые непосредственно вызывают картофельную болезнь. Которые выросли на агар-агаровой питательной среде, да? Тут сами бактерии, конечно, видны только колонии. Колонии бактерий видны, но просто посмотрите, как они растут на твёрдой питательной среде. Что вот это бактерии из рода бациллоз. Вообще картофельная палочка, она достаточно распространённая и в почве, и в воздухе. Вот хотелось бы тогда тоже такой вопрос задать. То есть вот тот низин, о котором мы говорили вначале, он находит применение непосредственно и для борьбы с этим заболеванием. То есть препарат серектин, который используется для борьбы с картофельной болезнью, он как раз включает свой состав в низин. Низин как раз включает, о чём мы говорили там в первой половине передачи. А вот тоже такой вопрос. А вот как следят, допустим, зарубежные страны за своим хлебом? То есть вот у них есть такая болезнь, картофельная болезнь, или это только приоритет нашей страны в этом отношении? Ну, насколько я знаю, в южных странах точно есть такая проблема. Значит, в странах более развитых, видимо, там просто мукомольная промышленность тратит больше средств на то, чтобы этот хлеб перед размалыванием зерна. Значит, там, по-моему, производится мытьё этого зерна. То есть там более сложный технологический процесс, благодаря которому микроорганизмы уже не попадают, скажем так, в меньших количествах. И микробиологов держат на предприятиях, которые делают высек и смотрят. Ну, а вообще, наверное, существуют тоже химические, да, с одной стороны, методы, которые, если мы опять будем сравнивать препарат, который получен, скажем так, микробиологическим путём, химические, наверное, всё-таки более токсичны, если сравнивать по борьбе с картофельной болезнью. Ну, как ни странно, химических консервантов не используют для хлебопечения. Ну, может, потому что к хлебу вообще такое отношение, стараются в него ничего не добавлять, потому что считается, что этот хлеб потребляют и дети, и всё, так сказать, он же никак не разделяется по тому, кто его использует. Поэтому я не слышал, чтобы химические консерванты использовали. Ну, вот уксусная пропионовая кислота, вот мне встречались статьи, что они используются, но неэффективно. Да, там использовали, да, действительно, использовали пропионат кальция. Да, их соли. Пропионат кальция использовали, и, значит, вот, может быть, эффективно, но, тем не менее, тем не менее, это, в общем, показано, в последнее время показано, что этот пропионат кальция, он не очень полезен для здоровья человека. Есть публикация о том, что он вызывает там канцерогенные всякие вещи и так далее. То есть он более токсичный. Ну что ж, сегодня мы поговорили непосредственно о консервантах. Мы увидели, что биологически очень часто консерванты менее токсичны, хотя и в некоторых случаях они проигрывают по технологическим характеристикам. Ну, эту тему с картофельной болезнью мы продолжим в следующий раз. А на сегодня время нашей программы истекло. До свидания. До свидания.